кастома афик шина еще 2000 есть я даже не знаю покупать что-то или нет необходимое ренале для личинки для сброса навыков я вряд ли буду сбросом навыков заниматься почему бы не купить до амазона для себя серваки очень жаль нормальное завести конкуренты ютуба звериная кость да и сейчас к тому что твич так боится что так прям боится того что youtube такой большой конкурент у них не знаю фейсбук гейминг а серваки нормально они боятся и не дают стримить на youtube чтобы народ приходил все тубы на твич вот он последний это значит здраво ну что ж пойдем посмотрим что мы теперь можем сделать мощь начинает скапливаться в останках но это по-любому босс звучит как босс выглядит как босс дерется как босс бот слетели ох как же так как же так быстрее водителю написать да и ненавижу перезапускать стрим из-за того что лукающие зрителей вязают и зрители с рейда кстати тоже нажмил радио на 500 человек минус большой онлайн печаль беда но ничего не поделать сушься может и не босс на нее на прямом у вас как же не босс то коснуться рогатого тела надо тут здесь темно по-любому на лошади можно нет давайте тогда работяг призовем пускай отвлекают не то работяга который я хотел на самом деле ого прикольно первый гигантский воск который у которого есть а так назад ну конечно же не первый но да чел взгляд и в огне постоял она есть он ей не попадает так выпьем чудо фласку она супер крутая блин музыка прикольная и красиво очень урон не было есть я знал что это так атака выглядит о сколько ударов получилось сделать два три и хорошо так ну в этот раз он прошел не очень высокий но много еще огненной смазочки добавить тут парахи ляться 3 а в этот раз не 3 до блин когда же мне его продамажить то не нахожу сейчас тайминги ну надо пока крутая хилерская фласка действует в идеале и да ну что ж ты есть ой красивый тобой с какой да жаль что в прошлое видео вставить не получится откуда регион хп во первых у меня есть у меня и тем на восстановление здоровья вот это вот пассивочка во вторых у меня волшебная фласка восстана периодической кириген дает и увеличивает броню очень сильно чё дали призыв кого-то и все мы сюда ради призыва ходили и красивой битвы почитателя предков а орк да давайте орка поставим почему бы и нет да в этой битве очень не хватает лошади но как бы и хер с ним целый неожиданно но призыв молодец спасибо подскажи где посмотреть описание статус-эффект в котором все действует нигде наверное олег до олега еще не добрались царя в ходячем храме воспоминания просили просили в ходячем храме коснуться рогатого тела да но они его просили чтобы что чтобы его читам тут дубликат его сделать или разве нет нравится мрачные камни третьего уровня для прокачки оружия я видел один один данж с кузнечными камнями вот эти вот подожди кузнечный камень мрака да повсюду типа валяются на карте некоторые из мобов падают каких-то из этих из покатушек по моему белых вроде бы из а из одной я по моему такую видел под лестницу гляни а я уже я уже туда ходил да там лук магический как долго и толком ничего не получили такое вот эти вот ради воспоминаний драться с монстрами вернее ради пепла что еще до почитание описание пассивок я думаю просто ты снимаешь надеваешь шмотки и узнаешь как выглядит та или иная пассивка что это вообще за квадратики до вверх квадратик вниз как будто они иконки не придумали полный бред 14000 душ кстати очень много статов вроде ты его ни разу не юзала собрал же их прилично а учит игру купить как в эту игру пить скажите плюс но в стиме вот это что ли руническая дуга богословляет вашу велич великую руну у меня нет великой руны я ее еще не открыл вера стойкость интеллект сила жизненная сила обычная ловкость стойкость интеллект для олега потихонечку я теперь могу для интеллекта просто кольцо надеть он там по 3 даст только 25 к 25 к кстати ну и чё это один левел был бы потеряла потерял я рука что ли ловкость и ловкость и изменить одежду а это трансмагрификация я очень хочу все таки попробовать священную секира вот эту да ну не секира священную конкретно просто чё тут еще кстати есть боевой клич у меня есть если что вернуть сбивать или топоры кстати надо с сундуком разобраться сортировка с сундука что-то я хочу сюда убрать например оружие не нужно клей море точника не буду юзать чуть сильнее чем тяжелый армейский двуручник ну вот обычный кинжал например джавы спиртами одну такую одну такую пушку на копии хотя копии надо продавать луки тоже дофигачит всего как мне абсолютно не нужно старая на веру ну-ка смешать чудесность надо изучить чары и молитвы абсолютно отвратительно ужасно бесполезная обилка попробуем вот этого написано что она еще и хилит так начать теперь делаем выбираемся отсюда чуд здесь вот не бегал и не знаю как туда попасть наверх земли святого рога а что еще тут арикада что я хочу пока мы катимся перечитать подсказку силу это героя может открыться чтицы пальцев я уже видел одну бабульку такую да может быть к ней на сходить там конечно говорилось про какой-то храм подсказки группами врагов и в духовный источник я вот что хочу сделать во первых сюда сгонять слепая бабуля по пальцам читала да я помню так молитва слов у меня еще есть один книга полна ереси записанными молитва не имеет отношения к древой что же хорошо я приму ее и часть здесь громовое копье появилась прицельный удар молния да я помню вот эти две штуки прицельную молнию как раз в меня стрелял дал чел который я давно не заходил еще так с тобой говорить типа нельзя лорд дверь правда что ли о вот ты где видеть у меня для тебя кое-что есть нашу это в охотничьих угодья годрика вам по твоей руки теперь это твое распоряжайся мудро не хотелось бы чтобы мародерство шоу меня в привычку оружейный талисман скажи встречались ли вы с моим приемным отцом он у себя в кабинете он за той дверью где на страже стоит энша советую проведаться отец возглавляет крепость круглого стола с ним поговорить уже пора судьба еще снова нас ведет спасибо за этот внезапно она давала нам талисман какой меча контр-атак из блок последний так серии а вот же максимальный вес снаряжения о-хо-хо аж на восемь ни хера себе это я летом не нравится я же люблю в тяжелой броне ходить предложить колокольную сферу вас нет колокольных сфер у них что-то можно еще купить облик хозяина пальцев облик помощника на это для мультиплеера вполне классические броники камень памяти увеличивать свой ячейк памяти чтобы больше кастить ну ключи у них по 4 тысячи секира да нет здесь доли слабость торговец так она сказала что в какую-то дверь если хочешь сходи поговорим может быть как раз вот это нет молитвы подаешь вот это раньше закрыта была по идее нет привет птица пальцев а вот мы ее нашли если душу воде еще осколком золотого порядка благодать процветание счастья щедры были дары его теперь кольцо разбито закат золотого порядка привел к плачевным последствиям жизнь покинула же земли от нее остались лишь осколки и нет числа болезням страданием но великая воля не покинула не эти земли не их несчастных обитателей назову благодать и откликнулись погаши отныне вся надежда на них отважная погасшая душа твоя великая руна чудесная осколок кольца элден твоя задача отыскать остальные дабы обрести власть над кольцом и восстановить золотой порядок слова пальцев укажут тебе путь удалось вы найти воспоминания золоте когда полуглогие величайшие из героев умирают древо эрта влекает их форму воспоминаний эти воспоминания весьма ценные они дают себе могущество своих прежних хозяев если ты пожелаешь обладать этим могуществом что ж я должен тебе силу пальцев не стоит отвергать мое предложение пальцы помогать всем нам ты ведь ищу помощи погасшая душа получить силу из воспоминания привлекать силу из одноименных воспоминаний каждое воспоминание можно ждать одну силу после получения сил воспоминания исчезнет либо топор годрика либо привитый дракон сила ловкость вера это что такое дробящий ну кулаки если не циста союзать будьте свидетелем призовите маленького огнедыщего дракона и подбросьте его вверх чтобы подпалить область спереди к воину превращается подобие маленького дракона с кулками торчащим прямо из кулака это оружие нельзя взять в обе руки блин прикольно конечно но нет не отказались от оружия и брони за души боссов я просто пока ничего такого не встречал так вот же вот душа босса вот оружие выбор одного из двух оружий вот большой топор годрика 34 на 22 на колени я приказываю тебе я владыка всего золота мира особый навык многократно ударьте а земли топором годрика и высвободить две ударные волны использовать навык повторно чтобы упустить еще одну золотой боевой топор украшает фигура зверя от слицетворяющего силу годви первого повелителя элдена и последнего представителя золотого рода я типа не знаю дракон привитый к левой руке годрика он и у нас в левой руке будет использоваться или как этот особый навык наверное будет использоваться как ли левая рука призывает дракона бляща значит 20 маны ну топор самый настоящий топовый друин с охерительными характеристиками топор силу из воспоминания великих рунах в русском богини королева маленький сосуд кольца элден не совладав силой рун полубоги погрязли воинах и распрях они не достойны стать повелителями элдена и вот благодать снизошла на твой рот на погасших с уши пальцы говорят великая воля давно отреклась от полубоков не знаю пощады погасшая душа отрубим головы забери все что у них осталось только помню одно все полубоги прямые потомки королева марики лишь кодрик старуки и и дальний родственник рождение был слабо жестной крови в нем меньше других великие руны принадлежат полу богам у нас сосуд кольца элден а теперь ступай слова пальцев укажите путь но кто-то говорил что у меня дополнительный талисман появится а нихера но как бы и херст им дрым на заточке коснуться двух пальцев восторг окей так или нет есть инфа не совсем инфа подана отвратительно тупо twitch не прекращал никакие выплаты как все это работает мы узнаем 15 числа сейчас поговаривают что некоторые банки все еще нормально работают а именно тот же те которые не попали под под санкции давненько мы с тобой не обнимались пока она с обнимает пойду принесу себя пожрать мы не обнимались у вас в весь санкции в у 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 Продолжение следует... 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 ну да рапира который нужно ловкость 17 первоклассный колющий меч замысловатым узором любимое оружие чародеем только самые искусные мечники способны раскрыть весь потенциал этого меча проводя из серии плавных завораживающих атак поланга сияющего меча навык заколдованных рыцарей что служили королевской семье кария творите над головой дугу из волшебных блестящих мечей которые полетят в сторону противника используя навык повторно чтобы провести сильно атаку стремительный выпад прикольно давайте посмотрим что тут почему здесь все умирают какой-то альберик хочет с нами подраться сразу флягу почтительный поклон ледяная коса прикольно двуруки как всегда ему покажет тебя из пласки у меня тоже но твои когда нибудь закончится скорее всего после пары юзов звучит не очень приятно закончились а я говорил поначалу может быть он и сложная сейчас перекач язык насмешника новая амулет нет принимает вторгающихся предмет для игры по сети можно использовать разделе сетевая игра снимает захватчиков могут проникнуть ваш мир даже если там нет союзников скрюченных пальцев скрючать интервал между возможным торжением шумос какой-то отстой если честно не очень понравилось так и куда здесь еще можно патас тайнопись то еще замедляет накопление сонливости ни разу не видел пока сонливость в игре что такое это оружие какое-то или что блин чудесная снадобие такая мба конечно 27 целевая это на 107 зато весит 0 драконье причастие а да это вот она какой-то кулак неблокируемый клинок святой 30 веры один из видов оружия связанных с двумя пальцами клинок представляет собой не ясную череду загадочных символов ни один щит не способен отразить его наносит святой урон воздухе как будто материализуются тайные слова произносим двумя пальцами на древнем языке света собна вот не блокируем кармикс этой дичью ходит ну святой урон вообще штука странная по моему я конечно хочу свою ружку заточить но заказываем это с первого тракта конечно да для магов норм или оружка может быть куда мы идем дальше вчерашний дрын мой все еще вчерашний я ничего не менял себе у меня душ может быть улучшить что-нибудь олег вот эти работяги мне кстати прям совсем понравились нормально так ну это лучник почитатель предков мы его еще не пробовали до попробовали пажа ну выстреляла чуть-чуть ну так себя 7 оба классные пол люди не удивительно что они стоят 69 дорога и подсказки торговцы нашел того кто прятался у дороги я думал там не торговец прятался у дороги там типа ну земель и торговец магии я думал что это и есть та подсказка женщина которая дан же сидит наша учительница заклинаний не знаю нет видимо за так а где еще видел бабульку с пальцами кстати у разрушенного моста может быть туда сходить еще или это она сейчас и портанулась в или это она сейчас и портанулась к нам в хаб которая по пальцам читала и чатик стример можешь пожалуйста порекомендовать что-нибудь поиграть сюжетом недолго мб битвы уже там недолго даже не значит совету мне очень сложно советовать игры переиграл в огромное количество представим youtube может что-то интересное для себя трениров перри торговец продавал подсказки в одной из них было том кто кто-то прячется у дороги да я понял тебя и мне кажется что это это женщина которая в подземелье типа находятся могу их прочесть пальцы в лес к истоку всего золотого так я уже туда ходил не женщину ведьма там ну я я честно я не знаю нет не нашу значит не нашел что мы еще не делали кстати точно не ходили вот 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 туда вот не спрыгивали вот здесь вот не ходили по водичке что я не знал как может быть заглянуть теперь сюда может быть эта хрень что-нибудь сделает нам золотую гу никому не отдавал не знаю кому надо как выяснилось часть торговцев игроки убивать кстати надо к лоскутику вернуться я надеюсь храм же не восстал опять нет также сидит он же нас предал отправил к мишкам я могу восстановить воспоминания оструком вот что это такое то есть я могу и топор получить и кастет благодаря этому храму я видимо это так работает но это не точно стоп я кажется не забыл но сюда грязная на радужной здесь также темно и я забыл включить факел интересно может быть опять с ним битва будет да нет сбежал и все где-то его теперь в другом месте видимо искать надо он я все еще хочу вот по этой вот водички пробежаться давайте сюда протонемся и посмотрю может здесь где-то где-то можно спрыгнуть ну явно не здесь не вряд ли очень вряд ли рос сундук восклить к 2 даме он меня телепортировал к медведю привет ну как печать в башке и хан вид бакс помочь выбраться дешит всей души но у меня достаточно хороший дрын так что что не помогло даже упить по старому заду на тебя мощная атака и не ликование да да мне тоже так показалось под френд глобал и молд не знал что есть мальдик изысканный мясо воин куршин железный кулак восток где планирую продолжить обучение военному делу на бестной пустоши пораженной красной гнили а на южной границе состоит замок оружей гривы где проходит фестиваль войны прежде воде вы слышите таких сердце биться чаще хорошо там мы тебя видимо и встретим как я его фрой в первый раз пропустил так ладно это хиллер мне надо где-то спрыгнуть вон туда и я понятия не имею где там есть ветерок чтобы подняться вот чтобы спуститься я пока не вижу там может быть огры замена сигварда может быть может быть с него блин даже смайлик на твиче сделали забавно проблема в том что туда ли меня этот опустят ау а так да отвори а может я сюда их ходил не знаю не помню слишком много дентакливых мобов которых абсолютно не хочется убивать ведь они бесполезные имба банан здорово что он теперь с подписок никак не получит деньги только через paypal скорее всего да но я бы не наводил панику я думаю что надо чуть-чуть подождать и может быть они позволят получать деньги хотя бы на карты банков которые не подвергнуты санкциям то есть я думаю что может быть они как-то резко отреагировали полумера ввели и поэтому поэтому до сих пор нет никакой новости от вича так что я бы пока что не переживал я и не переживаю в принципе хотя paypal я ненавижу всей душой отвратительная платежная система абсолютно не приспособленная нашему бедному российскому рынку так ну и что тут тупик глупый костер paypal поставил а чё там с ним ни разу не использовал ну у меня была неприятная история с донатами на paypal через streamlabs которые оказались ну короче ну скорее всего с ворованных карт или что-то типа такой истории и потом paypal с меня там короче мало того что забрал все деньги которые на донатили так еще и штрафа накинул процентов 20 там было порядка косаря баксов сейчас понимаю что цифра не настолько большая но не очень приятно было вот и никак то есть несмотря на то что это были всего лишь донаты типа ничего с этим сделать было нельзя вот а с твичом да не с твича нормально мне еще курс paypal никогда не нравился отстойный у них курс так пойдем сюда наткался на рыцаре даривил он светок лошаров живых нет такого рыцаря по моему не видел так девочка отсюда видимо свалила да можно убрать метку а как убрать метку есть кнопку удалить все метки но я боюсь ее нажимать наверное это неправильный перевод это удалить одну метку скорее всего нет навести текущее место а это где я кто-нибудь пытался удалять все метки оставь ту же метку она удалится то есть что она стримить он был около этих шаров там около кладбища не очень пони с ними о чем-то так хорошо здесь что у нас здесь здесь у нас чел который просил ему ключ принести ключ он все еще нет спуск какой-то вот наверное этот спуск и надо сходить тот же значок ты к ней он его удалит все спасибо хорошо теперь я знаю как удалить метки согревающий камень что-то против льда я так полагаю еле-еле можно было умереть скорее всего довольно высоко здесь лагает класс так теперь можно еще какую метку удалить там что там сокровища которые не забрал туда надо прыгнуть личной источник вот этот вот мы его залутали вот этого призрака хотел удалить потому что непонятно что это не торгуется нифига просто обычный призрак лагерь хорошо лагерь бедная лошадь то что пейпал мне выплатит на карту на мою внешнего предосплатить налог ты в любом случае должен платить за любые деньги которые получаешь встречают суть не в этом суть в том что у них курс ты захочешь вывести с пейпала на рублевую карту он тебе предложит курс там 75 при том что сейчас бакс сколько по 85 где-то у него там я как-то читал у пейпала специальные курсы которые курс свои собственные курсы валют которые типа созданы для того чтобы уберечь пользователей пейпала от резких скачков валютного курса соответственно если он вырос резко внезапный ты хочешь вывести по нормальной стоимости 3 у тебя не получится у тебя курс будет там условной недельной давности или чё такое короче пайпал очень хитрая мерзкая система поэтому я бы не хотел и пользоваться примеру переходят на paypal скорее всего придется на него возвращаться потому что wire transfer отменили пока что непонятно я говорю я считаю что все будет работать нормально удалось найти мой магазинчик деньги не пахнут почему не взглянуть на мои товары только не спрашивает как они мне достались сток обычный колючий посох астролога это самый базовый считали треугольный щит среднего размера 45 весит фигня одеяние астролога разве не астролог не видимо я не астролог фонарь мне уже есть спасибо новые рецепты через стойку сушеную печень кристальный дротик стрелу из осколка вот это явно пить и придет домой бумага за то что надо платить налоговой как обычно нет смотри любые зарплаты с ютуба свеча на совести на совести как бы плательщика то есть ты должен самостоятельно декларировать свои доходы когда ты не работаешь на работе официальной когда ты работаешь на работе за тебя работодатель а когда ты получаешь деньги извне ты должен из них платить 13 процентов ндфл самостоятельно так работает откуда бы ты деньги не получил так это начало устья этой реки да наверх здесь можно забраться может быть кстати как то и можно либо наоборот только спрыгивать хер его знает спрашивать никто не платит нет конечно я плачу как самозанятые мне не очень захотелось платить 13 процентов поэтому я плачу 6 большинство больших стримеров платят оформляют и пашников не ну кое-как запрыгнуть можно да эта штука оклин моряки есть чтобы воскрешаться рядом то иначе я сюда так долго забирался ты прибежал к боссу ну я понял сейчас я только сейф найду здесь побью этого нового а вот он климорики хорошо его надо открывать и пол нет он сам открыт ничего не надо мне кстати все четыре души пойти выжить попробуем а мы здесь 1 тра я заранее сразу же банковый пио и покричу чуть-чуть ну и где сам босс обычно появляется а дан вор огня киросия фаербольчик прикольно у него моя любимая броня из дарксоунда сколько ты мне урона нанес извини а с фласками понял ух ёпта фаербольчики то да что такое магия себя ну прикольный довольно отложенный такой фаербол на тебе по пузу на тебе еще раз по пузу помойку а че так легко то пламя падшего бога ладно армагеддон чеки нам если попадут по боссам действительно да должно больно бить так ну поехали дальше прокатимся пока мы здесь спрыгнуть можно стоп не это не в ту сторону мне на west north north west а вот здесь можно было запрыгнуть да я старался чуть прыгал по могилкам как группы еще не находили у западного берега под замком старухова ну вот вот сюда я не ходил это я знаю здесь еще кстати смотрите что то есть может туда телепортироваться можно еще на пляже на базовой локе не бегал кстати вот тут вот может там тоже требования для магии please без проблем 41 веры удачи сга еще область при взрыве легендарная молитва черпает энергию силы огненных великанов 10 манны жрет сказать шар яростного огня которым как считается заключен павший бог шар летит в сторону врагов и взрывается поджигая все вокруг органте главный страж пламени держал на литву в строгом секрете пока и не украл отдан павший бог все считается где среди огненных великан так вот эта хрень за замедляет яд и красную гнили и написано что лечит на лечит от чего от яда и красной гнили или просто лечит надо попробовать просто поездка добром случае и еще собраться то можно что но я знаю что это за моба таких уже видел темно конечно капец и нифига не видно они еще и дым херачат нет про хила не было зел наоборот поджег себя и чуть-чуть продамажил ясно ну против кровавой мари или как он там называется это конечно полезно то повозка разбитая или гигантский мог разбитая повозка рядом с ней обычный мол скрыва ток могу не очень приятная не ким взрослый блин болты для баллисты это круто а я могу крафтить кстати у меня кукри в сундук ушли слишком много слишком много надо юзать метательный почаще и привели лечит ближайших союзников при броске взорвать на сторон огнем не расходует у конструкцию как сюжет на хвост и убил вроде бы трех полагаю что трех то есть на юге 2 едва в замке может нечто потрясающее может смерть чем 1 намка решили что управление менять может только у определенных кнопок неужели смена кнопки вызова карты может быть обузом дайте мне кнопку на карту на кнопку м что-то я не верю ему еще здесь не на сказать на карте где ты че убил с фарбовом уже выдвигаюсь вот вот здесь вот севернее замка левее по прям по сюжету его встречаешь если бежать по благодать им по сути здесь кровавый маг ходят этот самый главный еще кстати на зелье лучше убить их просто уж там все посохи длинными делать как-то умеют вот вот эти вот так я помню горящая булава монаха звучит как что-то очень для веры сильнее моргенштерна е ловкость д ну больше на ловкость и ног особая сильная атака пробуждает воинственного духа огня так я обязан посмотреть что это у тебя возле хп ячейка еще пустая у тебя ноль великих рун да у меня ноль велик но она пока ему пинок я танцуют просто счет незаметно что пробуждает какого-то там духа огня вообще не знаю что это такое он игрен 20 часов там после того как ты убил первый босс ну вообще вообще кстати хер его знают я-то думал что как раз после первого босса мы получим первую ну большого босса из воспоминания мы получаем что нет может быть ноль когда тебе говорят что это такое как их юзать ну вот так вот я помню обучение про воспоминания ну про большую руну нет уж пинок надо в новое чем тогда загорится молитва слов огненного монаха ой видишь тебе реально сюда феникс еще молитвенник огненного монаха к тому же но по сюжету к боссу не знаю пока не горю желанием бежим исследуем так сюда тип не забраться ну я как бы знаю как туда попасть через телепорт я уже находил это место просто не в этом почему давно их не видел только эти какие-то сильные кстати локация более высокоуровневая мышка сильнее естественно сейчас залечил грубою за веру все хвалить ради вот ах в замке с боссом ты дрался от которого куча попыток ушло и дальше замок исследовал конечно ну сколько смог я знаю что я не весь замок исследовал у меня там ничего есть точки в которые можно пробежать там еще надо походить в итоге мы пришли в болото хотя я не очень-то хотел ну давайте попробуем болот поисследовать чуть-чуть здесь лодочник какой-нибудь да кстати собаки пойти сущность смерти скормить опять мобы да у меня есть твоя балавана хер ты мне сдался гигантские кристаллы из них тентакливые кристальные улитки возможно они были френдли но вряд ли почему можно кирку пожалуйста мне нужно светлячку о дух приведи нас к чему-нибудь интересного давай хочу скупить с пришлось телефон заходить врубать в пн чтоб пропустила пока я это так левый кракен идет на хер а там сайф сходить у них там какой-то большой предводитель с красными глазами смотреть может быть даже босс заберу у них вот этот вот осколок стекла забайте ли меня я понял а он их пещере идет да это как фея в геншиням ага так фонарик горит горит не прочитал как называется кристальная береговая пещера ну давай счет тут слишком много крови прям прямо возле сэйва издеваетесь хорошо в кристальной пещере живут бебезьяна люди какая-то не выглядит сложная локация у вас получаешь осколок жопы шмеля стреляют не стреляют вероятно звериная кость это полный человек призвал нет есть у них большие баки с длинами на три атаки но это явно не сильнее у орков призрачных орков лучников с которыми мы сегодня сражались так что здесь можно попрыгать но мы пойдем длинным путем наверное нам для начала впереди трое и баку я видел там снизу такая довольно сильная бака показал что сейчас упаду тактика боя как у всех станет босс тяжелым ударом репит профи еще сразу талисман копья у меня же такой уже был вроде бы контрата усиливает контратаки колющего не видимо нет что делать с нпс в руинах бича ведьма руины на нижней карте возле ходячей часовни я не помню чё это за непись и как видишь я оставил там метку а значит я скорее всего не знаю чё с ним делать вообще разве там не торговец нет он у меня где-то там покупал себе фонарик на поезд на поясной не не знаю правда не помню надо сходить еще раз на 100 и опять может и босс будет какая-нибудь крут кристальная улитка этим кинжал блин хочу а да крутое паладинское оружие может блин этот топор уже превращать в топор вера мне кажется поздновато за захват цели не поможет прыгнуть смотреть что там за моба сейчас я проверю на всякий случай перед тем как спрыгивать все ли я здесь забрал кроме кристального мха топор казнящий рядиков не я правда хочу с одноруком и счетом бегать просто я пока нормально одна рука не нашел мне вот нравится идея вот этой пушки жертвенный топор который ману регенит при убийствах вот одноручный топор прямо прикольно убийство этим оружием немного восполняют окей вообще балдежно супер круто цеп ночной кое цепы слишком много ловкости жрут есть алебарда дракона типа прикольно лебарда можно будет даже в одной руке в теории таскать кстати но только в только двуруком будет раскрываться ее истинный потанцевал пока на всякий случай и узну пушок уменьшить урон слишком много трупов кузнечный камень еще кузнечный камень камни это конечно суперкрут но здесь же должен быть кто-то босс нет ну пока что вместо босса улитки рыцарь ищейка че-то знакомая у меня фляга с чудесным снадобием не восстановлена отвратительно успел надо шок у 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 в очень думаю у у у да у а почему у легкие последнее время его уже убивалась а мечу есть ну да видимо это второй такой ага еще и не было рядом с ним клина марики я понял понимаю самое смешное что у меня реально не был моей супер крутой фляги я бы с ней получше подрался я уверен можно было щекаешь кого-нибудь призвать чем так вроде правильно падаю тихо чем я такое чувство что защита которую я избрал на на своем на своей банке она дает резист типа к одной атаке оказалось подольше будешь катиться ух ты ёпта осталось просто не умереть очень легкий у него прям супер легкие тайминги парирования не одинаково не парирование серьезно отстойная абсолютно амулет это плюс 2 интеллекта по факту встаньте еще тут еще дальше куда-то можно ого неожиданно ого неожиданно мерзкая погасшая душа что тебе нужно я же сказала всеслышащему дикарю у меня нет медальона или ты хочешь отнять у меня еще больше половины меня самой было недостаточно я же сказал что у меня нет медальона это хочешь отнять еще с ней драться что ли некоторые из него погибают и ну вообще да это прикольно ну давайте посмотрим так чем меня вообще есть тела в лап после битвы не хватает чудесное снадобие вот это вот в снадобие значительно уменьшает урон ну наверное на одну атаку срабатывает лишь раз и спустя время пропадает да да ну это это на самом деле неплохо но временно повышает веру в уши от скорости установления выносливости временно восстановлю это за конечно еще имба повышает он общую выносливость максимум максимальную так себе заряженные атаки не бью заряжен а так его так огнем прикольно но не знаю не оставлю пока слезу в пузырям шапка я такую же хочу просто у меня есть половина медальона медальон дектуса я не знаю для чего нужен и хроническая дуга роскошный вид до тестировать мы не будем и все это все ради чего я сюда пришел возвращаемся кристально береговой пещере что не уложимся кажись в 100 смертей не конечно нет любому будут хоть какие-то сложные босса еще так какое какое время суток сейчас вообще в принципе бы я бы на день переключился чтобы локации проще следует было утро про это хорошо так я хотел убить от того моба но уже не особо нужно игра только начинается кисты попыток да но большая очень большая но опять эти яйки дать ему бы неприятные кстати были то что магида до маги 11000 еще бы покачаться разочек точных мастера блестящих камней что я тут уже умею делать всякого мяса чара стойкая чешуя время превышает сопротивляемость магического урона кстати можно штучки сделать почему нет из рябины печени монстры горшок масла попадание вливают врагов маслом потому что можно поджечь упускать кисунт роман трассе только чем творение порочных парфюмеров флакон трассе так я считаю что когда-то романтический порошок свою медицинских целях слева подержать во рту затем выплюнуть повреждая оружие и временно ослабляя атаки у врагов ничего ся я могу ложную благодать делать ничего ся сколк человеческой кости и цветок из листьев арту скелет в чаще убивать чтобы с них кости падались падали так прикольно ну там замок гигантский он не гигантский он просто на лошади а так такой же как вот эти вот нам так кастер на лошади все я что вместо контроллера показывались подсказки клавиатуры там в менюшке покопайте там есть такая настройка довольно просто делается in the main menu так сейчас минуту так лангустина я еще кстати ни одного не убивал надо посмотреть что с них дропаются вообще гигантская креветочка сот и кусок белой плоти ясно здесь почему-то сэй а это не сейф это девочка который мы глаза подарили не потому-то статая здесь не надеется ли немного винограда в чувстве в поисках далеко свет начинающий свет в глубине глаз я уже находил тебе виноград но ясно девочка с виноградом запомнить ходил кристальную пещеру ловушку где босс кристальный бык нет такого не видел так чат кстати забегаем по ссылке да или логин и вент в генши не забрать если я правильно помню как раз в этой точке где-то был телепорт или в этих руинах я уже не помню там какая часовенка пойдем заглянем ядовитыми какахами концент купил часть 1с теперь кингс баунте китайская франшиза да и даже не знаю хорошо это или плохо типа у танцента много денег концент может что-то делать с хорошими издателями в принципе я считаю что последний взвод стынчик такой был мне понравился я прошел полностью на тем письки при непонятно еще какие из них живая какие нет я кстати сегодня с утра еще это новость видел потенциально я кстати сегодня с утра еще это новость видел потенциально так главный вопрос зачем пола стоп а чё это так много брон это мне прописала прижигаем яд неплохая способность на самом деле кузнечный камень две штыки ясно 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 там медведь трава ой отвали не могу из-за тебя карту открывать и не удивлюсь если где он здесь будет лодочник и светлячки на кристалла слетаются это кстати самое большое скопление наверное которые не монстров а кристаллов привет довольно холодный на хрочка скажет про меня с вручением на меня напал какой-то негодяяй теперь я в безвыходном положении может согласишься мне помочь разбойник скрылся с дорогим ожерельем его необходимо вернуть вот только он тоже погасший не желаешь сражаться со своим сородичем я прошу кого-нибудь другого говорится отдыхает заброшенном доме возле дороги пожалуйста мне нужно это ожерелье не уж то наш старый знакомый лоскутик подзорная труба давно их не видел да и зачем отдыхает в доме рядом с дорогой какой дорогой ты на болоте еще один витлов на лошади а я в термины вообще исследовал или нет так я хочу единственное забраться куда-то вот здесь вот на костюмку спасибо ксена спасибо похоже на разу да давно не виделись это я вот котик отвязанное ты не поверишь на источник это шоу делать пересанция поставщик выбор может невелика зато весь товар высший сорт один теперь в рай лукане справочник в военник я же у него у него ничего нового не появилось ну вот какие такого маргита но мы маргита уже убили блин может это и правда надо было перед маргитом купить есть смысл жертвенную ветв брать но эти жертвенные помнить бы они в такие ситуации когда у тебя 25000 и ты не можешь найти тп-шку видишь пусть где реворд не так ли я смогу тебе помочь кое-что слышал о том что добраться там быстрее приходилось лететь железную деву но эти устройства были надели магией такая дева до сих пор находится под большим водяным колесом в академии рай лукане и до сих пор может перемещать людей ты позволишь ей себя поймать она забросит тебя прямо к подножию древа эрт как мне сказали отличная история неправильно я могу рассказать тебе бесконечно дева под большим водяным колесом в академии схватить она забросит тебя кинг артур привет ну и чё еще нападать на него что ли она же и у него просила забрать я правильно понимаю или нет надо будет подумать над этим я тебя не бил может быть и не про вас кутика да вроде сказал что тот в доме так что не буду его бить пока как на руины вы не заглянуть альный горшок неприятный мог на самом деле выезжают из ниоткуда такой баба у меня от одного урона защищающий это было сильно хоть это вроде бы и не босс но мог неприятный лошадку жалко я все любили убрал а ну кстати подлечили эстусом лошадь да боже мой подземном мире уже был да уже целых две подземные локации зачистили как обычный мог данным неприятный что капец призрачный ландыш руны окраин жителей телепорт охранял ведет этот телепорт цива ну пойдем на телепорт баланс высокий баланс снижают дачу это так противника а это стоп тот же я на него уже прыгнул по зву я учет не думал ладно так сейчас дайте ко мне минутку мы с я на решили сходить в киношечку в принципе вот здесь маркер поставим долго бегаем уже довольно по-моему в начале было чё у нас олень крутой после вылета стрима потом да просто сайдлоки исследовали это я для дженго говорю чтобы вы понимали я думаю чтобы ему проще было нарезать видосик у нас